В старину люди думали, что смена времен года не произойдет, если не провести обряд. Зиму весело проводить, а весну ярко встретить. Этому обряду посвящен самый любимый русский праздник – Масленица. В Наринмаре он прошел в минувшие выходные. В самом сердце города проводить зиму пришли более тысячи гостей. И ждали песни, пляски, хороводы, спортивные состязания, креативные конкурсы. Богатырскую силу и богатую фантазию ценила и наша съемочная группа. Одно из самых популярных забав на широкой Масленице – взятие столба. Зрелище не для слабонервных, ведь по абсолютно гладкому обледенелому столбу, чтобы сорвать ленточку, нужно было проползти более восьми метров. Преодолеть такое испытание смогли самые отважные и ловкие. Среди них Дмитрий Витрук. Было тяжело наверху, очень тяжело. А страшно? Не, не страшно. Там об этом не думаешь. В прошлом году только один раз получилось. Я вот в этом году решил тоже попробовать. И получилось. Получилось пройти гостям Масленицы и другие испытания. Такие, как перетягивание каната, забег в мешках, снежный тир и другие исконно русские состязания. Народный колорит праздника создавал и огромный стол с русским самоваром и блинами, рядом с которым можно было сфотографироваться. А вот у самовара уже сфотографировались, аттракционы посмотрели, как здесь тоже, календарь, очень все очень интересно, молодцы. Праздник хороший, радует. Здравствуйте! Как у вас настроение? Отличное. Почему? Отличное. Собрались всей семьей. Думаю, все успели посмотреть. Уже в кругу по третьим уходим. Прекрасное, радостное, счастливое. А почему? Потому что праздник большой, потому что народу много, потому что возвращаются традиции наши. Это очень здорово. Традиции действительно возрождаются. Каждый год в Масленицу проходит конкурс «Веселые сани», который собирает сотни зрителей. Его участники не просто готовят оригинальное санное устройство, но еще демонстрируют его ходовые качества, скатившись с горы. Но не все участники конкурса «Веселые сани-2017» приплыли на корабле. Кто-то приехал на тяжелой технике. Этот КамАЗ едва можно было отличить от настоящего. По словам хозяина транспортного средства, на его создание ушло три дня. Мы хотели самолет сначала, а потом передумали, решили КамАЗ. Лыжи и фанера. А какие-то специальные лыжи? Обычные лыжи. А что? Кто помогал нам делать? Вместе с любимой тещей. Еще одни участники креативного состязания прилетели. Причем не на трехмоторном самолете, а на трехголовом сказочном герое – Змеи Горыныча. Это все-таки сказочный персонаж, наш русский персонаж. И детям интересно. То есть это как-то из дерева, головы сделаны из бутылок, пятилитровых, и ткань, где подручный материал. Это очень хорошее времяпрепровождение с детьми. Дети помогали раскрашивать глаза, помогали языке делать, то есть это вместе. В этом году фантазия мастеров санных устройств поразила всех зрителей. Здесь были и сани-валенки, котлы, пушки, кареты. Такое совместное творчество детей и их родители оценило компетентное жюри. Все участники получили подарки. Главный приз достался саням под названием «КамАЗ. Северный путь». Кульминацией праздника по народной традиции стало сжигание чучела. Чучело сгорело за считанные секунды. А это, согласно народной примете, означает, что весна придет быстро. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует.